Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, как интересно! Представляем вашему вниманию канал развлечений для детей, своими руками, называется Квестикс. Это очень интересный канал для родителей и их детей. На этом канале можно узнать, как самим сделать и провести всевозможные квесты. Допустим, на Новый год, на Хэллоуин, пиратский какой-то квест. Можно увидеть много опытов, фокусов и разных забавных рецептов. Привет! На связи Квестикс. У нас вы найдете простые идеи домашних развлечений и игр с детьми. Это мастер-классы, поделки, домашние квесты своими руками, простые игры на каждый день, обзоры книг и игрушек. Это настоящая копилка полезностей для родителей. Ссылка на наш канал есть в описании под этим роликом. Переходите и подписывайтесь. Ну что ж, друзья мои, сказка сказывается и дело делается. Вот так вот потихонечку растут стены. Ну гусям, конечно же, надо тоже поучаствовать, бегут. Бегут, бегут сказать свое веское слово. Здесь вот будет дверь входная, а с той стороны будет окно. А это вот траншея. Муж у меня... Землище нарыл за последнее время. Просто что-то с чем-то. Будем проводить воду в дом. Если вы помните, то здесь у нас как раз скважина. Вот она. И вот он, копатель мой накопал. Ямы всякие, ходы, норы. И вот будем проводить эту воду в дом теперь. Все пригодилось нам в строительстве. Таз вот этот Вани покупали. Плюхаться. А он так мы и покупали в строительном отделе его за 600 рублей. И вот он служит свою верную службу правильную. А что-то кирпич-то быстро кончается. А ты говорил, много-много. А его хватит вообще? Мне кажется, что его может еще и не хватить. Ваня прогуляться вышел. Ну, вообще, дни стоят... Играй, играй. Дни вообще стоят холодные, если честно. В каком плане. Ночные заморозки. Прям температура уже. Минус 2, минус 3. Ну, а днем-то, конечно, градусов 11-14. Ветра нет, хорошо. А если ветер, то прям холодно-холодно. Лисюша. Сегодня мы провернули очень важное дело. И муси, и перси сделали операцию. Теперь они у нас лежат сейчас, отходят от операции. И когда вот зрители с юмором, там, без юмора пишут нам в комментариях, куда вам столько кошек, а я там отвечаю, так где-то, может быть, агрессивно. Ну, понятно, у меня на самом деле чувства такие агрессивные по этому поводу. Потому что на самом деле надо кошек стерилизовать. Все хорошо, когда много кошек. И, понятно, меньше мышей. Но на самом деле они и дорого нам обходятся. И... Я прыгаю. Все не шутки. Котят тоже куда-то пристраивать надо. Это сплошное беспокойство. Крыгаем. Ну, вот так вот как-то. Сейчас я подкрадусь к ним кошкам. Они дома лежат. В туалете я закрыла их, чтобы они не мотались. После операции как пьяные ходят. У персюхи вообще глаза бешеные. Вот у перси очень долго операция шла. Врачи сказали, что она крупная какая-то у нас, жирная, тяжелая. А с муськой все нормально. И вот еще с этой мадамой нам придется разбираться. Тоже уже врачам вказали. Сказали, что можно. Но через два месяца еще рано ее стерилизовать. Моя лисюша. Что она прям крупнее и крупнее все становится. Мы думали, ты уже перестала расти. А ты прям большущая у нас девка. А? Лиська. Врачи сказали, что ей одну течку надо пережить. Ну, не прям забеременеть и родить. А именно, чтобы вот течка у нее одна прошла. А потом это легче для ее организма будет воспринимать стерилизацию. Вот так. Такие дела у нас. Много дел поделали. Мы. Нет, кошки прям чудят. Не буду показывать. Врачи сразу предупредили, что отходить будут долго, до вечера. Как пьяные будут себя вести. Персия дикая прям, дикая кидается. Не буду беспокоить. Сидят они все в туалете до вечера, пусть сидят. И вечером их можно будет покормить влажным кормом немного и воды дать попить. А сейчас вот так вот. Ну, облегчение зато на душе. Вот и кошки спокойно будут жить. И мы будем жить спокойно. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня по прогнозам погоды последний относительно теплый день. С завтрашнего дня уже понижение температуры чуть ли не до двух, трех, пяти градусов. И дожди должны начаться. Поэтому сегодня максимально постараемся сделать дела. Сегодня и гости к нам должны еще приехать. Вот сейчас срочно в магазин надо бежать. Вообще ничего не успеваем мы делать абсолютно. То ли это с возрастом уже вот приходит, что ты начинаешь понимать для чего и что ты делаешь. И мы очень много работаем. На самом деле у нас нет выходных абсолютно. Но мы и ничего и не успеваем. Мы не сидим, не лежим, не ездим по гостям. Ну, за редким исключением по делам. Там шопинг, который хочешь не хочешь надо устраивать. Кушать-то хочется, одеваться-то надо. А так в основном мы все время дома проводим за домашними делами. И вот так вот как-то не успевается. Кошки отошли, уже ходят гулять. Суток даже не прошло после стерилизации. Вот вечером, конечно, им было плохо. Но ничего, нормально. Не набедокурили. Нормально пережили. Но вот теперь еще процесс заживления. Это кто? Это кто ходит у нас? Это кто? Это Чижик. Это Чижик. Пошел, пошел, пошел. Муська на улицу вышла уже домой, вернулась. А Перси еще ушла куда-то. Не знаю, может перепугалась нам. Ветврач сказал, что... Ну, один из примеров привел своих подопечных. У одних... В одной семье кошку так же вот ее прооперировали. И она ушла из дома на три дня. То ли обиделась, то ли лечилась. Но вернулась. Перси тоже у нас так вот отреагировала не очень. Радостно на это событие. Ваня, она что-то грызет, лучше к ней не подходить. Когда она грызет. Мы отопление включили уже вовсю. Не сильно, не сильно, конечно, топим. Но подтапливаем. Стройка идет. Вон сколько уже песка использовали. Да. Не успевается все как-то. Я вот не знаю. Раньше мы по-другому жили. На самом деле, с возрастом новые ценности какие-то приходят. Я вся такая лохматая. По молодости хотелось больше как-то отдыхать. Развлекаться. А сейчас уже все это ушло на второй план. Совершенно не хочется развлекаться никак. Нет тяги такой. А вот хочется как-то с пользой для себя, для семьи проводить время. Вот чем мы активно и занимаемся. Вот сегодня только гости к нам приедут. Расслабимся немножечко. Пообщаемся. Это Санкт-Петербург наши друзья. Причем так удивительно. Они всю жизнь прожили в Саратове. И вот последние несколько лет. Ну, уже, наверное, лет 5-6. Вот уже так быстро время идет. Ну, 5, наверное, или 4. Ну, короче, врать не буду. Вот они живут в Санкт-Петербурге. Им очень нравится. Единственное, не хватает, говорят, солнышка. Все-таки Саратов. Зона умеренная. У нас всякая погода бывает. Но в основном солнечно. Лето жаркое. Зима, в принципе, холодная, снежная. И осень, и весна ярко выражены. Так их жизнь там устраивает. И заработные платы больше. Все-таки. Ну, как-то так. Вань. Друзья мои, вот сходила в магазин. Ой. Испытала шок. Цены просто отастные. Просто. Короче говоря, вот за все это я дала 915 рублей. А что я купил? Я ничего, собственно говоря, не купила. Ну, вот соленая скумбрия. Вот угадайте, сколько она стоит за килограмм. Либо я давно скумбрию соленую не покупала, либо просто цены взбесились. Стоит гораздо дороже даже, чем говядина. 450 рублей за килограмм. Здесь вот две рыбки на 350 рублей. Это вот крабовые палочки. Крабовые палочки на 90 с чем-то рублей. Ну, это ладно, там как бы адекватно еще более-менее, да, как-то. Майонез стал стоить просто дороже, чем курица. Купить курицу дешевле, чем купить баночку майонеза. Так вот, 800-граммовая упаковка у нас стоит 181 рубль. Это просто капец какой-то. А вот такая вот баночка майонеза провансальная. Да, вот такая баночка майонеза стоила 80 рублей. Или 81, сейчас уже 119 рублей. Вы понимаете, цены какие-то ненормальные. У нас в деревне картошка стоит 480 рублей в ведро. То есть там 8 килограммов. Но это очень дорого. У нас никогда картошка столько не стоила осенью. Психанула и купила не тот сок. Хотела купить, ну, мультифрукт какой-то, да. Увидела на витрине томатный. Полезла в холодильник. Долго там лазила, лазила, выбирала, выбирала. И вот купила томатный. Вот, ну, просто. У меня расстройство однозначно. Литр, что ли? А, 2 литра. 2 литра 144 рубля. Ну, и вот меринда 121 рубль. Ну, я не могу. Это что это такое-то? Что за цены такие бешеные? К нам гости сейчас должны приехать. По-быстрому надо мне все приготовить сейчас. Они вот любят-то томатный сок. У нас есть свой томатный сок. Я мультифрукт хотела купить. Ладно. Хватит сетовать. Побежали дело делать.